К теме избирательной кампании 2017 в Белгородской области. Все последние новости о деятельности кандидатов на пост губернатора в нашем информационном блоке. Кандидат в губернаторы Белгородской области от КПРФ Станислав Панов стал гостем ежегодного регионального комсомольского слёта. Он прошёл в Белгороде и был в этом году посвящён столетию революции. В нём приняли участие лучшие комсомольцы Белгородской области, а также представители объединений из Курска и Воронежа. Кандидат в губернаторы Белгородской области от КПРФ Станислав Панов в неформальной обстановке пообщался с молодёжью, ответил на вопросы и вспомнил собственную комсомольскую молодость. Нас всегда тогда воспитывали, что мы ячейка общества. Мы каждый должны делать для своей страны что-то нужное и важное. И поэтому через все знания проходило вот такое воспитание. И поэтому, естественно, я готовился к будущему, готовился быть полезным в своей стране. Я и сейчас это делаю. По мнению кандидата, такое воспитание должно иметь место и в современном обществе. Настроение белгородца – лучший показатель качества жизни в регионе. С этих слов Евгений Савченко начал свою встречу с жителями Чернянского района. В зале актив муниципалитета, главы сельских поселений, учителя, врачи, работники культуры, местные предприниматели и просто инициативные жители. Разговор о насущном длился около полутора часов. Евгений Савченко лично выслушал чаяния жителей муниципалитета. Что их волнует сегодня и каким они хотели бы видеть завтрашний день. Однако в списке наказов кандидату у Чернянцев оказался лишь один вопрос. Ремонт второй школы райцентра. В остальном, говорят, здесь созданы все условия для комфортной жизни. Старожил Василий Самуилович Баклагов лучше всех знает, как изменилась Чернянка. Никаких сооружений, которые сейчас имеются в Чернянке, не было. Были простенькие домики. Тротуара, никакого уличного асфальта не было. И не знали об этом. А сейчас, если посмотреть, я вот походил по Чернянке, так можно заблудиться. Везде дома новые, дороги, везде асфальт. А это уже новый оскол. Его жители тоже могли лично задать свой вопрос кандидату Евгению Савченко. В числе наказов необходимость новых очистных сооружений в райцентре, реконструкция исторического здания местной школы и строительство бассейна на ее базе. А новооскульскую молодежь интересовал философский вопрос. Мы молодые, у нас впереди вся жизнь. Хотелось бы услышать от вас совет. Как ее прожить правильно? Как достичь такого уровня, как вы? И как быть первым, переживая время? В ответ на этот вопрос Евгений Савченко обратил внимание на то, что нужно постоянно работать над собой. Напитывать себя не просто новыми знаниями, а новыми впечатлениями. На все находить ответы, всему давать объяснение, собственные объяснения. Не транспорентные, не какие-то там заученные. Это вся информация об избирательной кампании в Белгородской области. От других кандидатов и политических объединений сообщений в редакцию не поступало. К теме избирательной кампании 2017 в Белгородской области. Все последние новости о деятельности кандидатов на пост губернатора в нашем информационном блоке. Кандидат в губернаторы Белгородской области от КПРФ Станислав Панов стал гостем ежегодного регионального комсомольского слета. Он прошел в Белгороде и был в этом году посвящен столетию революции. В нем приняли участие лучшие комсомольцы Белгородской области, а также представители объединений из Курска и Воронежа. Кандидат в губернаторы Белгородской области от КПРФ Станислав Панов в неформальной обстановке пообщался с молодежью, ответил на вопросы и вспомнил собственную комсомольскую молодость. Нас всегда тогда воспитывали, что мы ячейка общества. Мы каждый должны делать для своей страны что-то нужное и важное. И поэтому через все знания проходило вот такое воспитание. И поэтому, естественно, я готовился к будущему, готовился быть полезным в своей стране. Я и сейчас это делаю. По мнению кандидата, такое воспитание должно иметь место и в современном обществе. Настроение белгородца в лучший показатель качества жизни в регионе. С этих слов Евгений Савченко начал свою встречу с жителями Чернянского района. В зале актив муниципалитета, главы сельских поселений, учителя, врачи, работники культуры, местные предприниматели и просто инициативные жители. Разговор о Насущном длился около полутора часов. Евгений Савченко лично выслушал чаяния жителей муниципалитета. Что их волнует сегодня и каким они хотели бы видеть завтрашний день. Однако в списке наказов кандидату у Чернянцев оказался лишь один вопрос. Ремонт второй школы райцентра. В остальном, говорят, здесь созданы все условия для комфортной жизни. Старожил Василий Самуилович Баклагов лучше всех знает, как изменилась Чернянка. Никаких сооружений, которые сейчас имеются в Чернянке, не было. Были простенькие домики, тротуара, никакого уличного асфальта не было. И не знали об этом. А сейчас, если посмотреть, я вот походил по Чернянке, так можно заблудиться. Везде дома новые, дороги, везде асфальт. А это уже новый оскол. Его жители тоже могли лично задать свой вопрос кандидату Евгению Савченко. В числе наказов необходимость новых очистных сооружений в райцентре, реконструкция исторического здания местной школы и строительство бассейна на ее базе. А новооскульскую молодежь интересовал философский вопрос. Мы молодые, у нас впереди вся жизнь. Хотелось бы услышать от вас совет. Как ее прожить правильно? Как достичь такого уровня, как вы, и как быть первым, переживая время? В ответ на этот вопрос Евгений Савченко обратил внимание на то, что нужно постоянно работать над собой. Напитывать себя не просто новыми знаниями, а новыми впечатлениями. Нужно все находить ответы. Всему давать объяснения, собственные объяснения. Не транспорентные, не какие-то там заученные. Это вся информация об избирательной кампании в Белгородской области. От других кандидатов и политических объединений сообщений в редакцию не поступало. Редактор субтитров А.Семкин